Проект протокол-центр, это блок-центр на основе искусственного интеллекта. Зная проблема малого бизнеса, это нужно больше клиентам. Соответственно, мы помогаем бизнес генерировать лидов и приводить по сторону покупателей, те, кто уже были в этом бизнесе, ну, либо был. Как мы делаем? Нам звоним в базу, используя скрипт, который озвучен реальными продавцами, и используем для этого искусственный интеллект для управления диалогом с клиентом. Наш клиент – это малый и средний бизнес, который преимущественно работает в B2C-сегменте. В идеале у них есть уже база достаточно большая старых клиентов, это могут лицесский центр или салон красоты, или что-то рудент. Концесса продаж наших услуг – это лиды за комморти. То есть мы продаем лидов как услуг, как товар. Если вам нужно, например, на следующей неделе 100 новых клиентов, тогда вы покупаете по фиксированной цене, соответственно, вы понимаете, сколько вам придет реально за следующей неделе клиентов. Стоимость для B2C – это порядка 400 рублей будет. Стоимость для B2B – это порядка 1200. Связанно с тем, что надо проходить в критерях, и там получается дороже. Объем рынка CCO – это колл-центр аутсорсинг мировой 85 миллиардов. Объем российского рынка – это 170 миллионов долларов. Российский колл-центр на базе искусственного интеллекта. В основном это проект, ну, большая компания с 92-го года. С 92-го года работают, это центр тречевых технологий. Есть компания VACALA, 75 лет. У них есть серьезные решения на основе искусственного интеллекта. Есть два проекта, мы нашли – Dasha AI и Sales Lab, которые находятся в начальном стадии. Кто тоже этим занимается? Значит, из зарубежных имеет смысл выделить в IQ. Больше мы толком ничего не нашли. На текущий момент у нас есть два пилотных проекта, которые мы реализовываем. Первый – это один из банков продажи отчета кассового услуживания. Второй – это салон красоты, обращение повторных клиентов для салон красоты. Команда – Дмитрий – это я, Давид – мой партнер. Все. Спасибо. Как давно занимаетесь? Этим проектом с конца номера. А вообще речевыми технологиями? Я до этого занимался года два в машинном обучении. У меня есть понимание, как я работаю. Распознаванием голоса мы не занимаемся. Мы это скармливаем либо Google, либо Яндексу. Мы понимаем, что пока это нам не по силам. И вряд ли это будет по силам на будущее. Мы занимаемся тем, что мы, используя расшифрованный из голоса текст, нам нужно его правильно классифицировать и пустить диалог либо по одной ветке, либо по другой. Соответственно, мы обучаем таким образом, чтобы можно было… То есть мы расписываем сценарий, и спускаем клиента по той или иной ветке, в зависимости от того, что он говорит. Если пошло не по сценарию? Мы переспрашиваем его, да, говорим, извините, еще раз не расслышали вас. Повторите, пожалуйста. Если опять, да, там, ну… Какая-то будет другая фраза. В принципе, мы должны по мере того, как будем все больше и больше данных получать, мы должны все лучше и лучше уточнять наш сценарий. Собственно, мы сейчас находимся в самом начале, да, вот мы пилотный проект пока еще ни один не завершили. Вот, как только завершим, я скажу, какие там проблемы, какие решения мы нашли. Ну, вот робот Вера, да, там… Где там другой? Ну, там тоже… Там синтетизмный голос, там другой. Там чувствуется, что говорит робот. У нас же записи. Запись человека. Да, то есть моя запись. Я лично говорю, я говорю, добрый день, там… Я говорю, добрый день, Сергей, добрый день, Александр. У нас есть там порядка семидесяти записи, добрый день и имя. Да, соответственно, это Сергей? Да, Сергей. Вам должен сейчас говорить? Да, удобно. Мы распознаем. Представите мне через полчаса. А если имя другое, у вас все имена записаны? Да, записали все имена. Вообще все? Ну, мужские все, да. А женские? Ну, вот этот вот салон красоты, который, на самом деле, это барбершоп. Салон красоты для мужчин. Вот запишем женский. Сложнее будет с отчествами, да? Ну, тоже как-то решили вопрос. Я помню ваше первое выступление, когда ваш партнер включал запись, а от человека вообще не отличается. Ну, собственно, там есть человек, там моя запись реальная. Да, поэтому там и интонация сделана таким образом, чтобы... То есть, я смущаюсь в те моменты, когда мне посылают, да? Там я настойчив в те моменты, когда я... А сколько тестов-то провели, Дмитрий? Сколько, ну, реально уже были звонки? То есть, или... Нет, мы сейчас находимся на этапе технической отладки, потому что там есть момент, связанный с задержкой голоса. То есть, надо отвечать не позже, чем 2 секунды с момента окончания. Если позже, то может какой-то тормоз уже общается. Ну да. С ним нормально же общаться не возможно. Если меньше чем 1,3, то получается очень быстрый парень. С ним тоже сложно. То есть, мы, соответственно, сейчас настраиваем некий метод-параметр. Хорошо. А дальше как вы планируете с вашими конкурентами, там, выступать, развивать? Дальше очень просто. У нас есть продающий скрипт, у нас есть продающий робот. Дальше мы берем базу и продаем сам себя. Да, хороший вопрос. Я вспомнил, цену ли да? Почему вы считаете, что за такую цену готовы покупать? Сколько ли у человека, как передно, потенциальных покупателей сказали, что готовы платить за эту цену? Значит, 400 тысяч. Мы сейчас договорились с барбершопом за 200 рублей. В принципе, мы хотим сейчас хотя бы на уровне себестоимости посмотреть, сколько будет работа. То есть, у нас условия такие, что мы прозываем какое-то количество, после этого обсуждаем цену сами замы. Надо будет смотреть. Просто в маркетинге, в услугах 400 рублей лид, я имею в виду там оформление заявки на сайте, это такая нормальная цена, скажем так. Конкурентно, она даже выше среднего, я бы так сказал. По вашему мнению, надо сделать что-то вроде бы 200. Ну, как минимум, да. На стадии захода. Ну, пока у меня нет конверсии, я пока могу только пальцем в небо. И 1200 для B2B тоже надо поизучать именно. Мы смотрели, там на самом деле до 5000 доходит ценник. Да там и 30 за продажу домов. Чем торгует? Ну да, то есть, если у вас там коттеджи какие-нибудь там. Да-да-да. Или нельзя. Ну да, или как-то продажи заводов. Попробуйте, вот больше 2 секунды где ждать, пока распознается голос, там вставлять. Угу. Вас понял, там, и дальше уже распозналось. Да-да-да. У Гула там называется дуплекс. У них система, которая автоматически делает записи там в ресторан и так далее. Вот у них вот это вот и есть. Фантаки. Когда год назад я видел, как он общается, да, у меня вот такие глаза были. Я говорю, как это сделано? Сейчас, когда они общаются, я говорю, ну в принципе, да. То есть, в принципе, как у нас. Ну да. Такого же восторга нету, а там уже есть. Да, то есть, в принципе, когда я записывал голос, у меня были там междометия, у меня была там неправильная речь, там не по-русски сказано. Это было сделано специально. И, в принципе, когда я записываю какую-то фразу, да, я пишу ее с первого раза, а не пытаясь свой голос сделать идеальным, как у Виктора. Ну, как-то так. Вот, наконец-то. Спасибо. Спасибо.